Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Благодатном, Ставропольского края, построена в 1874 году на месте ранее существовавшего деревянного храма на каменном фундаменте. В 1909 году церковь была расширена строительством северного и южного пределов. Ограда храма – каменная из штучного камня, на каменном фундаменте. С западной стороны храма располагается входная трёхпролётная арка с декоративной главкой. С северной и восточной – небольшие каменные арки с калитками. Здание представляет собой образец деревянной архитектуры, широко распространённой во второй половине XIX века на юге России. Изначально имел ярко выраженную крестово-купольную конструктивную схему. Шестистопный, пятиглавый. Главы представляют собой купола на световых барабанах, которые открыты во внутреннее пространство храма. В западной части, над притвором, располагалась колокольня, восточный – трёхчастная апсида, состоящая из алтаря, панамарки и ризницы. Каждый объём прямоугольный в плане формы. С пристройкой пределов храм приобрёл сложное очертание. Над притворами были устроены декоративные главки. Здание обшито тёсом, по которому выполнены несложные декоративные элементы – пилястры, пояски, карнизы, кокошники, обрамления арок и проёмов. Орнамент преимущественно классического вида, с включением элементов древнерусской архитектуры. Главки выполнены в формах украинского барокко. В советское время, ориентировочно в конце 1930-х годов, были разобраны алтарные апсиды и разобраны верхние ярусы колокольни. В 1980-х годах апсида была устроена вновь. В настоящее время является единственным сохранившимся храмом своего типа. Сохранились два деревянных храма, подобные структуры плана, но имеющие некоторые отличия в объёмном построении. Выявлено, что подобные храмы существовали также в станице Бекешевской, сёлах Петровском и Рагуле. В 2008-2014 годах проведены реставрационные работы, включающие в себя воссоздание покрытия площадок крылец из пилённых плит песчаника с окантованными, реставрация стен, кровли, ограды, поверхности ограды, куполов и кровли храма. Всем советую увидеть этот храм. Субтитры подогнал «Симон»!